27 августа отмечался День российского кино. Этот праздник сотрудники музейно-выставочного комплекса «Княжий двор» встретили открытием новой экспозиции, посвященной кинематографу Подмосковья. Чем удивила выставка своих посетителей, узнаете из следующего сюжета. Женщина тоже зритель! МОСОБЛКИНО предоставили нам несколько кинофильмов, старых кинофильмов советских, чтобы их показывать. МОСОБЛКИНО откликнулись на это и приехали, скажем так, с ревизии, посмотреть, куда они дают свои фильмы. Приехав к нам в клуб, они были поражены, что можно в наше время восстановить вот так советскую эпоху, и предложили нам открыть совместную музейную экспозицию, посвященную историю кинематографа Московской области. Первый в мире публичный показ фильма состоялся в 1896 году. С тех пор кино стало неотъемлемой частью мировой культуры. Гостям этой выставки представилась возможность заглянуть по ту сторону экрана. На экспозиции собраны подлинные вещи, без которых невозможно было представить работу киномеханика. Пресс для склеивания кинопленки, диапроекторы, фильмопроверочный стол и многое другое. Особый уголок посвящен творчеству нашего земляка Вячеслава Тихонова, который является культовой личностью в советском и российском кино. Кроме того, для гостей был организован показ фрагмента фильма «Чапаев» на киноустановке «Украина-7». Все это пробудило в них самые теплые и светлые воспоминания. Нам очень, конечно, все это близко и дорого, потому что нам повезло, все-таки мы прожили советское время. Конечно, очень хорошо, что все-таки нам устроили такую позицию – прикоснуться к нашему, ну, самому дорогому. Очень здорово, что в нашем районе сохраняются традиции. Приятно и навевают какие-то воспоминания, так как у нас действительно была вся жизнь связана с кинематографом. Сюрпризом для первых посетителей выставки стало выступление народных артистов России Юрия Назарова и Людмилы Мальцевой. Творческий дуэт исполнил знакомые всем песни из популярных советских кинофильмов. Екатерина Оржанова, Григорий Комбиков, районные вести. Субтитры создавал DimaTorzok